Да, так вот интересно случилось, что все три темы, которые мы сегодня запланировали на это утро, как-то вот есть такая красная линия, окноподбор, они связаны с людьми с особыми потребностями. Вот мы говорили о том, что строительство Рейл Балтика учитывает сейчас вот потребности этих людей, станция будет рассчитана, вот она даже консультируется специально для того, чтобы все были учтены вот требования и необходимости для такого рода людей, и даже вот специальные тактильные решения на улицах для того, чтобы слабовидящие люди могли безопасно попасть от улицы Ладпиша до вокзала. Вот мы говорили о трудоустройстве этих людей вот буквально в предыдущие полчаса, и сейчас мы поговорим с автором проекта музея в темноте, с Максимом Михеевым. Здравствуйте. Доброе утро, Максим. Слышно? Доброе утро. Мы поговорим на тему, тоже продолжение, можно сказать, этого музея. Неожиданное такое предложение «Слепые экскурсии по городу». Наверное, начнем с вопроса о том, как, в принципе, проект развивается. Вот мы сколько, пару месяцев назад, беседовали о том, что вы открываете музей. А пользуется ли он популярностью, известностью 100% он уже пользуется, и как развивается, да? Да, мы открылись в середине июля, незадолго до Лиги, то есть, в принципе, у нас такое два с половиной месяца. Я скажу, очень успешные, пользуются хорошей популярностью. Я думаю, самое, наверное, интересное, что к нам начали приходить тоже иностранцы, и наши рижане, жители Латвии, начали приглашать своих родственников, друзей, кто приезжает из-за границы. Наши гиды хорошо говорят, как минимум, на трех языках, русский, английский, латышский, некоторые даже и на польском, на немецком, что уже хороший показатель. Люди к нам ходят даже на день рождения, то есть, мне кажется, довольно-таки хорошее показатель для нового места, что люди именно свой день рождения, свой особенный день хотят прийти и провести свое время у нас. Классная идея. Непонятно, что подарили, вот, ну, то есть, даришь подарок, а уже только потом будет понятно, что... Или конвертик даришь, а опять-таки непонятно, что в этом конвертике. Понятно, что непонятно, сколько. Сколько, да. Да, это, кстати, одно из таких тоже изюминок, допустим, чтобы как-то разнообразить на день рождения дополнительно. Можно принести подарки и открывать уже у нас внутри, в темноте, что принесет дополнительные краски, чтобы понять, что же все-таки там. Ну, прекрасно, прекрасно, что проект развивается, и вполне логично, что вы выходите за рамки этого помещения, самого музея и перемещаетесь в город. Вот эти вот экскурсии, расскажите, пожалуйста, подробнее о них, из чего они состоят, как они организованы. Да, совсем недавно мы запустили новое предложение, называется «Почувствуй свой город, почувствуй Ригу». Это именно уникальные экскурсии, чтобы узнать город, который, наверное, много уже лет живет каждый, но именно с другой стороны. Это экскурсия по знакомым улицам, знакомым паркам, но уже без помощи зрения, где будет уникальная возможность именно, сказанно, увидеть и услышать то, на что мы раньше совсем не обращали внимания, используя уже слух, осязание, запах, а даже вкус. Экскурсия длится целый час, проходит она вместе с незрячим нашим гидом. Человеку одевается такая специальная маска на глаза, чтобы было темно, и в сопровождении дополнительного человека, сопровождающегося, который заботится о безопасности, человек идет по определенному маршруту, по одному из парков, и появляется возможность именно по-другому взглянуть на... Уже обыденные вещи. Я скажу, что я сам разрабатывал, участвовал в разработке этого маршрута, и учитывая, что я знаю довольно досконально этот маршрут, когда мы его тестировали, для меня это было очень необычные эмоции, впечатления. То есть я был, правда, по впечатлению, учитывая, что я знаю, как это происходит и куда мы идем. То есть я именно рекомендую попробовать. Это такой новый опыт, который очень, я сказал, очень незабываемый, интересный. Ну вот, Максим, вы упомянули, что новые звуки, новые запахи, это я могу понять, когда выносится, так сказать, за скобки зрения, но вкус, как вкус понять? Вы чем-то угощаете на экскурсии? Да, в конце экскурса, да, есть возможность попробовать в город на вкусе, сказал так, да, есть возможность... Ну, не буду, наверное, скрывать все секреты. Нет, мы поэтому и про маршрут не спрашиваем. А у нас, между тем, звонки в студию, 6-7-212. Доброе утро. Я когда-то жила на юге напротив общества слепых, и я вот помню, у них директор был тоже слепой. Они очень любили ездить на всякие экскурсии. Я их даже все губы, я около трамплина встречала на горках. Вот как раз вот эта ваша экскурсия, она очень хорошо поможет тоже зрячим людям понять, каково же этим слепым, когда они не видят, а только слышат или ощущают руками. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Но, тем не менее, вот даже рассказывая про это, у вас обороты взглянуть по-новому. То есть вот... Да, я тоже против него. Да, но вот ведь мы когда говорим про экскурсию, чаще всего стандартный образ – посмотрите направо, посмотрите налево. А вот все-таки вот как можно действительно почувствовать город тактильно? Ну, допустим, мы идем, например, по знакомой улице. Да, люди могут обычно сейчас часто идут там с телефоном, да, или в каких-то своих мыслях и не обращая внимания, что вокруг происходит. Здесь же человек полностью сфокусирован на своих чувствах, что происходит вокруг. То есть даже интерес слышно, как, допустим, машина приезжает, как общественный транспорт, там, троллейбус, трамвай. Да, сейчас все-таки у нас еще солнечные дни есть, и очень хорошо чувствуется, допустим, вдруг из-за облаков выглянуло солнышко, и ты почувствовал на своей коже вот это солнечное тепло. Да, это... Ну, я это почувствовал, мне это было так приятно и так необычно, да. Да, допустим, к шуму листвы, вот деревья, мы заходим в парк, да, как птицы, вы слышите, как птицы летают, как они щебечат, тот же какой-то фонтанчик рядом, да, то есть это такие дополнительные звуки. Это является частью нашего города, которое мы иногда просто пробегаем сквозь, да, живем тут годами и не знаем этого, не понимаем, что на самом деле много всего интересного еще вокруг нас есть. Напомню, мы беседуем с автором проекта «Музей в темноте» Максимом Михеевым, и речь идет о новом проекте «Слепые экскурсии по городу». Гид сопровождает, гид. Обычно, опять же, да, посмотрите налево, посмотрите направо, то, что Олег только что упомянул, ваш сотрудник, о чем он беседует с экскурсантами? Том. Там, я понимаю, что индивидуальная. Экскурсия индивидуальная, да, я понимаю? Хорошо, Том. Так, экскурсия все индивидуальная, и наш гид, ну, помогает человеку как раз больше это прочувствовать, где вот мы сейчас идем, то есть, в общем, что помогает понять маршрут. Вот мы сейчас, допустим, идем вот по такой части, да, или там улица, или парка, поворачиваем сейчас там налево. Вот сейчас есть определенные у нас точки, да, на маршруте, на которых, может быть, мы дополнительно заостряем внимание, и вот наш гид помогает человеку к этому приобщиться, лучше это понять. Может быть, даже, ну, может быть, в начале, может быть, человек может быть так немного, ну, возбужден, да, встревожен, но вместе как бы с гидом это переходит в такое, я бы сказал, даже не экскурсия, это больше такое, опять же, приключение путешествий. Потому что экскурсия, вы правильно сказали, это больше посмотрите налево-направо и рассказы о исторических достопримечательностях. Здесь мы, акцент идет не на какую-то, ну, не на информацию, да, опять же, на чувства, чтобы именно прочувствовать наш город, узнать его по-другому. Да, необычное ощущение и живое человеческое общение. А, Максим, приходит в голову сразу вот какой вопрос. Наверняка кто-то из слушателей и хотел бы поучаствовать и вписаться в такой тур, в такую экскурсию, в такую прогулку, но, учитывая, что самого, ну, сам ходишь в этой маске, то есть на время лишен зрения тебя сопровождает незрячий гид, вопрос безопасности как решается? Ну, могут же терзать вот эти вот сомнения, а не дай бог что, а не дай бог тому паду машина, ну, в городе в черте что может случиться? Да, вы абсолютно правы, поэтому именно дополнительно идет сопровождающий, то есть, ну, он, конечно, не рядом с гидом и гостем, да, он немножко на расстоянии, но как раз именно он следит за тем, чтобы вдруг, ну, что-то не произошло, кто-то, не знаю, там, ну, что-то не случилось. Мы, конечно, со своей стороны маршрут протестировали много раз и специально смотрели, делали акцент, чтобы было все сохранно для всех, да, но для этого специально есть отдельный человек, который, если что, он следит не только за гидом и нашим гостем, ну, как бы и вокруг них, да, что происходит, но маршрут сделан таким образом, что, я бы сказал, какие-то, наверное, случаи, да, сведены практически к минимуму, да, то есть, это уже безопасная, наверное, часть города, во-первых, это небольшая часть улицы, потом мы заходим в парк, но в парке довольно уже безопасно, там машина не ездит, трамваи тоже. Сколько продолжается такая экскурсия? Экскурсия длится целый час, и я скажу, что это правда много, судя по отзыву наших клиентов в музее, да, наших гостей, экскурсия длится 90 минут, но люди приходят и удивляются, на самом деле, что, ну, по их ощущениям, экскурсия была там 20 минут, да, то есть здесь это время, оно, как наши гости говорят, оно останавливается, да, то есть ты настолько поглощен этим всем процессом, да, потому что это абсолютно ново для человека, ведь зрение не участвует, и вся информация идет абсолютно через все наши чувства, сизание, обоняние, да, слух. Вы открыли музеи, сейчас вышли вне стены в городскую среду, что еще в планах? Планы большие, грандиозные, уже сейчас у нас пользуются, мы недавно внесли две новые услуги, это вот свидание в темноте для пар, что интересно, приходят не только молодые пары, но пары уже, ну, с долгим, наверное, стажем отношений, что интересно, очень людям нравится, много отзывов. Свидание вслепую как-то обретает новый смысл, действительно, да, а если действительно это свидание незнакомых людей, то, может быть, это было бы, ну, невероятно удивительным ощущением, когда они могли бы поговорить, а затем вдруг, ну, наконец-то увидеть друг друга, то есть представлять себе человека, слыша его голос? Да, именно так, потому что, ну, вообще в жизни нас очень часто, особенно свидания, когда люди только недавно познакомились, очень часто заботят, как мы выглядим перед друг другом, как мы разговариваем, как мы общаемся, что о нас подумают, как я одет, а тут в темноте переходит, я бы сказал, на другой уровень, именно на уровень более тонкого, наверное, понимания друг друга, да, в эту экскурсию ходит, в это свидание ходит и экскурсия, дальше предоставляем плату, десерты, фрукты по драматическому музыку, где пару уже наедине общаются, это вот, и плюс экскурсии в городе. Дальнейшие планы – это обучение в темноте, мы уже на хорошей связи с одним из тренеров, у нас в Латвии есть хороший тренер, он именно проводит обучение не только для корпоративных клиентов, но и для людей в темноте, также… А обучение чему? В темноте для корпоративных клиентов очень хорошо работает на сплочение команды, потому что нету, во-первых, отвлекающих факторов, да, то есть нету, не знаю, там, телефона, окна, нету куда посмотреть, абсолютный фокус на том, что происходит, и второй момент – люди более открыты, то есть пропадает вот этот, наверное, барьер между подчиненным и начальником, люди очень смотрят на задания, которые им дают, они начинают смотреть с абсолютно другого угла, с другого ракурса, то есть это вот, наверное, снимает вот те шаблоны, если команда, если компания хочет, чтобы работники на работе более были креативными, смотрели, может быть, шире или с другого угла на развитие или показать, что на самом деле проект не настолько сложный, насколько, допустим, на нем думают люди, да, это вот разграничивает эти рамки. Также сотрудничество со школами, учебный год начался, и специальные программы для школов уже есть, и школы ходят в планах, это показать детям, на самом деле, очень много. Во-первых, в школах не обучают, вот, наверное, тому, не рассказывают о инвалидах, да, как с ними общаться, как к ним подойти, во-первых, не бояться, да, просто люди многие, допустим, может, ой, это, как я подойду, что с ним, как с ним заговорить, и просто показать, что это такие же люди, как и мы, просто, может, больше времени нужно для что-то выучить, что-то обучиться, ну, и на примере показать, наверное, наш проект, наверное, в общем, не о незрячих людях, да, а больше, наверное, такой показать через развлечения, что на самом деле жизнь прекрасна, жизнь многогранна, и у всех есть какие-то определенные, наверное, в жизни трудности или особенности, да, и, но можно к ним, можно приспособиться к жизни, и можно всегда найти решение, всегда найти какой-то позитивный момент и развиваться. Это вот об общем, наверное, страхе к темноте, который очень близок к страху неизвестности, да, то есть человек просто не знает, что там в темноте и впереди находится, а на самом деле это страх, ну, не знаю, поехать в путешествие, поменять работу, начать там что-то новое для себя, какой-то хобби, и тут как бы для детей, и вообще для всех полезно посмотреть, что, ну, как только ты в неизвестном начинаешь делать легкие шаги, неизвестность становится известным, и это твой становится опыт, твой интересный опыт. Я просто сразу вспомнил, был западный голливудский фильм с Одри Хэбберн, где она играла незрячую женщину, и к ней в дом пробираются грабители, и которые, ну, в конце концов, там уже хотят ее убить, и тогда она выключает свет, и говорят, что самый страшный момент, вот когда зрители, ну, там просто черный экран, и только звуки слышны. В кинотеатре наступает полная темнота, и вот эти 10 минут людей буквально выносили из зала, потому что, ну, вот действительно это на них производило совершенно, ну, какое-то, ну, такое очень сильное впечатление. Вот именно вот те 10 минут, пока она выключает свет и пытается скрыться от этих вот, значит, грабителей, они остановятся, ну, вот в одинаковой позиции. Это трое там мужчин сильных и вот эта хрупкая несчастная женщина. Да, ну, вот просто это я к тому, что действительно такой вот неожиданный опыт, и это вот использовалось даже вот в кинематографе, как такой очень художественный сильный прием, который вошел в историю кино. Да, именно так. И я понимаю, что это ведь имеет большое еще и социальное значение, то есть вы даете работу незрячим людям, которые работают гидами, экскурсоводами, как раз-таки обеспечивают вот все это, такой необычный экспириенс. Да, абсолютно так. Наша главная цель, наша социальная цель – это повышение толерантности не только к незрячим людям, а вообще, наверное, к людям с инвалидностью, показать, что, на самом деле, люди, как незрячие люди, так и в инвалидности, они приспособлены к жизни, они могут хорошо, ну, как бы, трудоустраиваться, да, то есть нет каких-то определенных ограничений, и показать на примере, что, может быть, ну, для других предпринимателей, ну, как бы, рынок труда для людей с инвалидностью, он большой, и можно привлекать, для этого есть специальная даже помощь, там, из государства, льготы определенные, и, в принципе, наверное, в любой бизнес можно внедрить и использовать людей с инвалидностью по их способностям, именно такое, наверное, разрушение большого количества стереотипов, что, ну, вот, какая-то определенная инвалидность, человек что-то не может. Нет, я бы сказал, наверное, на мой взгляд, это больше, наверное, наш какой-то такой психологический момент, что мы думаем, ну, нет, допустим, незрячие программисты, да, на самом деле, ну, подумать, им нужно писать код. Как они это делают? Очень просто, у них хорошая память, и они, я бы сказал, еще более качественные программисты, чем, наверное, люди зрячие, потому что они досконально знают свой код, да, то есть где что написано, это более, на мой взгляд, ну, качественное описание и разработка. Также и другие аспекты. Конечно, социальный момент очень важный, показать, да, что мы все, все люди, я бы сказал, одинаковые, и что интересно, у наших посетителей, у многих после экскурсии даже такой меняется взгляд, да, не только на людей с инвалидностью, но и идет некоторая такая переоценка ценностей, что многое в жизни мы, наверное, берем как данное, да, допустим, тоже зрение, да, тоже возможность, ну, видеть, да, слышать, что многие говорят, вот, теперь начал по-другому ценить то, что я вижу, что я имею. Ну, да, так и есть. Да, у нас, к сожалению, я смотрю, время завершилось уже, спасибо огромное, автор проекта «Музей в темноте» Максим Михеев с нами был на прямой связи. Спасибо, мы говорили, да, о новом проекте «Слепые экскурсии по городу», оказывается, там не только эти экскурсии, еще много-много всего интересного. Да, благодарим, Максим, конечно же, желаем вашему проекту только развития. Ну, а программа «Утро на Болткоме» завершается, тем не менее, сам эфир продолжается, и совсем через несколько минут после новостей программа «Без антракта». «Утро на Болткоме»